Всем привет! Продолжаем нашу рубрику о самых интересных вариантах для старта карьеры в FIFA 20. Как мы и обещали, топовые комментарии из прошлого выпуска мы показываем в этом. Расскажи нам в комментариях о своей самой интересной карьере в FIFA, и возможно ты увидишь свой коммент в следующей серии. А сегодня мы поговорим о легендарном английском клубе, который спустя три сезона вновь вернулся в АПЛ. Речь идет, конечно же, об Астонвилле. А если ты являешься поклонником английской премьер-лиги, у нас есть очень важная информация для тебя. Единственным транслятором нового сезона АПЛ в России станет ОКО Спорт. И только до конца июля ты можешь оформить подписку на весь сезон всего за 2 990 рублей, а это меньше 300 рублей в месяц. Подписывайся прямо сейчас и экономь. На ОКО Спорт ты сможешь посмотреть любой матч АПЛ, как в прямом эфире, так и в записи. Тебя ждет Full HD качество трансляций, удобный плеер, возможность задействовать сразу три устройства одновременно, уникальный контент, посвященный премьер-лиге, а также профессиональная команда комментаторов. Подписывайся на ОКО Спорт и наслаждайся премьер-лигой. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Датирована 96-м годом. Так что вернуть былую славу команде будет очень интересной задачей для вас в режиме карьеры. В 92-м году Астон Вилла была одним из клубов создателей АПЛ. И в элитном английском дивизионе Виланы выступали до 16-го года, балансируя последние 5 сезонов на грани вылета. И в 16-м году понижение в классе избежать не удалось. Провальные трансферы и тренерская чехарда поспособствовали этому. Для перезагрузки и возвращения в элиту Астон Вилле потребовалось 3 сезона. Но даже минувший сезон чемпионшипа, по итогам которого клуб выгрыз путевку в элиту, поначалу не предвещал ничего хорошего. Но в итоге бермингемцы сумели переломить ситуацию и занять 5-е место в турнирной таблице, что позволило им оказаться в плей-офф, из которого Вилла вышла победителем. В финале плей-офф была добыта победа над крепким дерби-каунти Фрэнка Лэмпорда. И этот триумф сходу принес Астон Вилле как минимум 180 миллионов фунтов на ближайшие 3 сезона за телеправа. И клуб сходу стал активно тратить эти деньги, успев уже оформить трансферы на более чем 100 миллионов фунтов. Так что даже без активной трансферной кампании в первое окно в режиме карьеры вы получите в свое распоряжение очень интересный обновленный состав. В Астон Виллу за 25 миллионов фунтов перебрался лидер Атак Брюгге, 22-летний бразилец Уэсли. В минувшем сезоне чемпионата Бельгии он забил 13 голов и сделал 7 ассистов. Полноценный контракт с командой подписал один из лидеров Виллы в чемпионшипе Тайрон Минкс. За его выкуп заплатили Борнмуту более 22 миллионов фунтов. За 15,6 миллионов фунтов был куплен Мэтт Таргет из Саут Гемптона. 13,3 миллиона выложили за перспективного защитника Брентфорта Эзри Конса. Выкуп контракта Анвара Альгази обошелся в 9 миллионов. За 4,5 миллиона фунтов Астон Вилла подписала лучшего ассистента своих земляков Бирмингема испанца Хотту. У Вулвер Хемптона за 3,5 миллиона выкупили Кортни Хауса. Два самых свежих подписания – это защитник Реймса Бьерн Энгельс и вингер сборной Египта Трезеге. За этих парней отдали 11,9 миллионов фунтов соответственно. Из прошлогоднего состава отмечаем наличие в команде известного хорватского вратаря Ловре Калинича. Валийского защитника Джеймса Честера, который в чемпионшипе забил 5 голов. Джека Гриллиша, который сумел справиться со своими травмами и стал одним из лидеров Виллы в чемпионшипе. Ирландец Конор Хурихейн в минувшем сезоне был одним из ведущих игроков команды в центре поля и забил 8 голов при 11 ассистах. Остался в команде и 29-летний его арийский форвард Джонатан Коджа. С такой основной обоймой вполне можно будет решать серьезные задачи в АПЛ как в реальной жизни, так и в FIFA 20. Возглавляет команду 48-летний Дим Смит, а его ассистентом является легенда английского футбола Джон Терри, который летом продлил контракт с клубом на 2 года. Стадион Астон Виллы Вилла Парк вмещает почти 43 тысячи зрителей и он будет лицензирован в FIFA 20. Форма команды будет выглядеть в новом сезоне так. Титульным спонзором Астон Виллы является букмекерская контора, так что для того, чтобы наблюдать форму команды в ее исконном виде, в карьерку придется поиграть в английской версии FIFA 20. В целом Астон Вилла является отличным вариантом для тех, кто любит возвращать былую славу легендарным клубам, но при этом не очень любит вариться в низших дивизионах. Бирмингемцы сходу стартуют в АПЛ, будут иметь интересный состав по умолчанию и неплохой трансферный бюджет для его моментального усиления. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Напоминаем, что вознаградить нас за старания вы можете своими лайками и подписками. Не забывайте рассказывать в комментариях свои истории интересных карьер в FIFA. Всех вам благ и до скорого!